Чем привлечь курортника именно в свой санаторий? Конечно же, ценой и качеством. И летом, и зимой здравницы должны жить не в ущерб себе, но при этом уметь экономить. А вот как и за счет чего эти вопросы волнуют все чаще? Конечно, тема расходов на жилищно-коммунальную сферу очень важна. Это оплата электроэнергии, тепла, водоснабжения. Вот за прошлый год у нас общая сумма расходов больше 40 миллионов рублей. Конечно же, экономия даже 10% – это очень существенно. Это позволило бы снизить цены на путевки, быть может, увеличить зарплату сотрудникам, провести какую-то реновацию, внедрить какие-то новые услуги. Совместно с Обществом знаний и экспертным советом Государственной Думы было решено провести в Сочи конгресс по экологии городского хозяйства и сферы ЖКХ. Специалисты отелей и здравниц, частных мини-гостиниц, управляющих компанией, руководители ТСЖ учатся здесь экономить деньги. Ведь не всегда затраты на коммунальные услуги бывают оправданными. Компания «Атмосфера технологии природы» предлагает использовать оборудование альтернативной энергетики и солнечный коллектор, который снижает потребление тепла. Солнечный свет – прекрасный и бесплатный источник энергии. Мы провели предпроектное обследование санаторно-курортного комплекса «Знания». Я сейчас о нем расскажу. И те аспекты, которые мы будем освещать, которые вошли в этот отсчет, они характерны абсолютно для всех объектов коммунальной инфраструктуры. Что нужно для того, чтобы альтернативная энергетика входила в наш быт? Для этого нужно немного. Это информированность населения и внедрение, внедрение и внедрение. В Конгрессе принимают участие и делятся своим опытом и новыми разработками ведущие специалисты и эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова, Краснодара, Екатеринбурга и Новосибирска. Развернута выставка образцов новой продукции. Здесь в санатории «Знания» можно не только узнать, как внедрить энергосберегающие технологии, но и найти новых партнеров по бизнесу. Елена Взецина, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ».